добрый день вернее вечер уже уважаемые зрители с вами алла кичиджан я руководитель коммуникативного клуба и вы знаете о том что мы поддерживаем науку и занимаемся популяризацией науки и естественно все новое что происходит в этой области в ночь попе мы стараемся освещать и знакомить вас с людьми которые думают о том чтобы дистанционное образование чтобы онлайн образование в россии развивалась собственно в ногу со всем миром со всем мировым пространством и сегодня на связи у нас будет полина александровна томази шевцова и доцент физического факультета мгу и она курирует в мгу курсы новые курсы повышения квалификации вот сейчас они к я подключу вас до новые курсы повышения квалификации при мгу которые вам позволят освоить дистанционное образование так сейчас я попробую вывести гостя на томазе в шевцову в эфир так полина я отправила вам приглашение если вы да меня слышите видите да виден здравствуйте да смотрите я вижу половину лица вот полина александровна да полина александровна приветствую очень рада меня зовут алла кичиджан и мы занимаемся в нашем коммуникативном клубе в том числе популяризации науки у нас есть популярные группы математика математика для гуманитарь и физика для гуманитариев да я поняла вы хотите вместе вы крайне да прекрасно нет нет абрамова у нас в гостях да и полина александровна значит полина александровна расскажите пожалуйста кто придумал эти курсы что это такое что они дадут преподавателям и какую пользу непосредственно получат люди которые к вам придут изначально курс был предложен и выигран со стороной севастопольского филиала мгу это был грант министерства образования идея была заключалась в том что надо популяризировать и расширять возможности преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений чтобы и повысить их уровень и дать им конкурентоспособность в том числе на международном уровне а для этого конечно нужно себя максимально открывать чтобы сделать это максимально эффективно конечно нужны новые технологии нужен интернет нужны возможности которыми к сожалению пока еще недостаточно обладает подаватели скажем классической школы просто нужны специалисты конечно чтобы этих специалистов обучить нужен курс массовый максимально чтобы в любом регионе россии люди могли сами подключиться обучиться и у специалистов в том числе за как-то защитить свою по сути публикационную работу которая была бы началом их профессиональной деятельности вот в новом формате давайте расскажем давайте сначала полина расскажем о том как формально это происходит допустим я преподаватель в узи или в колледже да и я хочу записаться на эти курсы что какие мои действия что я должен делать кому обращаться вы заходите на сайт distant.msu.ru и прямо на главной странице есть ссылка вы ссылочку пожалуйста потом в комментарии да конечно конечно в комментарии будет ссылка причем ссылка в комментарии мы тогда прямую дадим непосредственно сразу на курс там когда человек видит массовые открытые онлайн курсы в образовании мук в образовании так и называется это по-русски пишется мог в образовании кликает по ней мышкой по этой ссылке и фактически там для него открыта запись на курс он ее нажимает кнопку сам выписаться да и у вас какая-то сейчас ему уже открыты лекции ему уже открыты возможности и он сразу по сути глядя на страницу видит что в каком режиме когда он делает и его курс последовательно ведет по всем всем лекциям и тестам это открытый курс может прийти любой человек даже если и чак не преподаватель штатный допустим бизнесмен он знает что он хочет что-то рассказать он понимает что он может чему-то научить ему предположим надо научить внутри своей фирмы своих сотрудников обучить конкретным навыкам он может таким образом поднять свою квалификацию именно вот по этой тематике и уже создавать свои курсы под свои нужды да ну более давайте более детально допустим человек пришел отучился 36 часов да это обязательная программа там вас 36 часов а дальше он что может сделать открыть свои дистанционные курсы репетиторством заниматься через интернет что что и как это привязан ли он к вашей платформе дальше или он дальше пойдет и будет делать что-то сам технически он не привязан к нашей платформе поскольку мы изначально обучаем людей пользоваться опенсорсным в том числе продуктом это модул этот продукт скачивается устанавливается на любой сервер вот хоть дома и или на сервер там арендуется место арендуется пространство где-то и дальше человек сам себе администратор сам себе делает но можно эти это пространство давать сразу готовое место на образовательных сайтах в том числе бесплатные места пожалуйста есть можно заходить пользоваться наша задача обучить принципиальной схеме как конструируется курс в принципе на какие особенности надо обратить внимание по каким правилам это хорошо бы делать чтобы учитывать психосоматику восприятия слушателя при работе вот такой дистанционной и эти знания передавались наиболее эффективно скажем ну давайте вот о чем поговорим большая дискуссия идет о том что эффективнее возможно ли вот это смешанное образование частично дистанционно частично нет по сей день я с очень многими спорю что человеческий фактор личное присутствие да мало кто со мной соглашается особенно старая школа классическая да вы понимаете они привыкли что традиционное образование это визави это глаза в глаза это личная некая атмосфера да и личное влияние скажем так невербальная да которая передается как это какие инструменты сейчас есть чтобы это передать с помощью вот через компьютер вот как мы с вами говорим чтобы это компенсировать до компенсировать устраивается конференция да конечно естественно чтобы компенсировать более полно вы вынуждены будете устраивать конференцию на малое число людей чтобы была обратная связь дать возможность людей вас спросить онлайн прямую текстом но конечно надо учитывать технические возможности здесь есть ограничения по скорости передачи сигнал об этом надо помнить любой преподаватель должен понимать что может накопиться так называемое запаздывание передачи сигнала но в разных случаях при разных конференциях от 7 секунд у нас 7 секунд максимум на нашей аппаратуре на нашем оборудовании при работе с пятью слушателями одновременно ну то есть получается мы ограничены сигналом а какие-то программы какие-то программы это халяут гугловский это что-то собственное совершенно у нас это тоже опенсорс продукт мы используем open meetings он тоже подключается к модлу прямо в курс встраивается но таких продуктов довольно много это и blackboard имеет этот ну их много в общем и пожалуйста но забиваете в google google поиск или в яндекс поиск пожалуйста находите все что угодно их не это как раз найти не сложно скорее сложность том чтобы эффективно понять быстро понять что конкретно нужно вот каждый преподаватель к сожалению сталкивается с необходимостью понять готов ли он работать в этом формате как с каким количеством слушателей одновременно он готов работ работать и как он это организует методически и да вот есть какая-то статистика я знаю что есть статистика о том что в будущем будет до 50 процентов дистанционных курсов вообще да и обучение проходить дистанционно а есть какая-то статистика вот какой процент преподавателей допустим готов психологически к тому чтобы дистанционно обучать я не говорю сейчас о студентах ну по готовым ощущениям на ощущение ну знаете для преподавать очень разные бывают ситуации я видела и пожилых преподавателей которые с большим азартом начинали создавать свой дистанционный курс и понимаешь что это таким образом сделает и для студентов где-то добавит интереса и даст им возможности больше в том числе по выполнению задания мы знаем что студенты они работают там в час в два ночи у них наибольшая активность даже при том что они в среднем классе они в час в два ночи могут это выполнять таким образом понятно люди часто трудящиеся наши сограждане кто рабочий день занят у кого им естественно время на обучение приходится выделять отдельно и в данном случае преподаватель тоже человек он ему надо работать в рабочий день ему удобно поэтому здесь конечно дистанционный курс они помогают совместиться преподавателю который находится в одной точке со слушателями которые находятся в совершенно произвольных точках других да но поэтому интерес конечно есть да но биоритмы вообще людям сложно подстраивать друг под друга потому что вот я жавор иногда не знаю может быть кто-то сова и у нас вообще хорошо я утром наговорю а вы слушайте когда хотите собственно да и выполняйте в этом правильно но она онлайн общение уже конечно приходится договориться о конкретном времени тут уж как договориться это исключительно вот смотрите опять же по вашим ощущениям все же интересно вот это вот мнение да от первого лица когда когда вы как думаете преподаватели которые решились на этот курс допустим они начали а потом им кажется что они не получают достаточно обратную связь но в том числе эмоционально что с этим вообще делать как бы бывает можно ли взаимозаменять это как-то вот ну вот как-то понимаете вызывать слушателя на диалог в этот процесс да вызывать слушателя на диалог сознательно самому провоцировать слушателя активно реагировать на себя это и форумы и сообщения какие предметы форумы сообщения предметы какие очень популярна была среди технарей просто взлетела у нас математика дифференциальное равнение да вот ностальгия у многих у многих просто ностальгия просто хочется еще раз прослушать любимый курс очень популярны гуманитарные курсы наверное профессор математики из Голландии нас слышит мы с ней делаем вот эту группу математика великая и ужасная для безнадежных гуманитариев за четыре месяца у нас три с половиной тысячи людей в группе и это врачи у учителя не профильные это вот те с гуманитарными мозгами которые вдруг мы смогли каким-то чудом зажечь интерес к математике вот даже вот в такой области совершенно новой для людей они никогда не занимались я сама подсела на математику но опять же азаз грузок все интересы почему потому что профессор преподаватель смог хорошо показать красоту этого предмета он же очень гармоничен очень красив сам по себе и это уже интересно да то есть так же как гуманитарные предметы тоже талант преподавателей ну их не так много преподавателей которые обладают там харизмой и действительно могут свой предмет подать в очень интересном ракурсе и такие возможности как университет без границ или портал открытое образование мы же сознательно собираем именно те курсы которые цены на которые традиционно ходят всегда студенты в университете внутри университета у нас свободное посещение лекции официально мы же совершенно спокойно студент любого факультета может прийти на любой другой факультет к ним на лекцию и имеет полное право посещать и даже сдавать да 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 это очень важно для понимания как раз физиков и лириков для междисциплинарной дискуссии которая ну всегда со скрипом идет причем в обе стороны кстати вот сейчас опять же эксперимент мы делаем физику для гуманитариев я вас как как доцента кафедры физики МГУ да очень прошу присоединиться и посмотреть просто может быть вы тоже увидите как работает обратная связь для тех или других тем да да у нас там сейчас вот мы обсуждали Нобелевских Нобелевскую премию по физике да вот это там о столкновении черных дыр и их звучании конечно это была популярная тема но мы там проходим доктор физико-математических наук Владимир Антонец нас учит там всяким агрегатным состоянием веществ там фазовым переходом вообще там слова такие выучила видите ну все же я все же я не из этой области но мне очень интересно потому что я считаю что это в общем-то границы в целом мышление расширяет к чему это я говорю что например вот ваши курсы они позволяют взрастить да тех преподавателей которые потом сделают их предмет может быть интересным но они бы иначе как через интернет как через вот открытые платформы образовательные через социальные сети они бы не добрались никогда да да слушатели конечно это бы информация иначе не дошла это действительно для слушателей это уникальная возможность пообщаться с уникальными людьми профессионалами знатоками своего своей области расширить да общую эрудицию в том числе может быть он до конца то и не поймет слушатели ничего страшного главное общую эрудицию интерес будет и уже сам слушатель по сути будет популяризатором в том числе да кстати да как вы вообще используете социальные сети вот у вас интегрированы социальные сети ваши образовательные продукты или это еще дело будущего через социальные сети конечно они не интегрированы потому что это уникальная возможность связать свой аккаунт с аккаунтами учебными и по сути учиться все время да без каких-то очень модная тема да непрерывное образование непрерывно причем непрерывно многие там машинах и пока едут на работу слушают лекции и там в пробке это не рекомендуется слушать можно слушать то можно да вот я сейчас смотрите вот к нам подключилась ясель галипатова она находится в армии очень интересная история с ее историей ну такая тавтология она преподаватель московского вуза и мы сделали с ней группу история онлайн а идея была такая что она хочет читать лекции для студентов с мест исторических событий там вот в местах в местах где происходили они да она хочет читать через интернет для вузов она уже начала она прочла несколько 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 лекций вот и естественно оля вот говорит что у меня не только в группе но через прямые эфиры да про почти в каждом прямом эфире она вкрапляет какие-то исторические знания да которые бы иначе вот например недавно она ездила по местам русско-турецкой войны да и люди плакали вот этой лекции именно от присутствия насколько вы обучаете тех преподавателей которые приходят к вам ну создавать не просто выходить вот из комнаты да из какой-то как из лекционного зала да из а вот собственно вести какие-то репортажи такой курс будет прямо с мест каких-то мест не знаю из ну не знаю там из планетария например вот там если там физику астрономию не знаю взять ну в общем вы понимаете да создавать некоторый фоновый интерес к предмету курс будет пока пока только старт начался только один курс открылся общий общего характера но дальше по сути зачем нужен курс общего характера чтобы каждый преподаватель дальше смог выбрать некий подкурс да и уже понять ну часто совсем с нуля приходят люди вот для того чтобы после того как с нуля человек понял что такое вообще открытые онлайн курсы массовые он мог понять что конкретно ему нужно к его профессии дополнительно чтобы он мог создать вот такой свой 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 курс так что друзья смотрите я еще раз ну давайте резюмируем мы мы сейчас говорили о новое новом абсолютно новой возможности попасть поступить на курсы повышения квалификации при МГУ да вы выдаёте сертификаты я так понимаю да у нас удостоверение о повышении квалификации будут первые тысячи преподавателей высшего и среднего профессионального образования бесплатно сейчас есть уникальная возможность бесплатно на этих курсах обучиться поскольку это вот нечто новое что МГУ тоже внедряет да поскольку за дистанционным образованием как говорят наше будущее ближайшее и и последующее вот Оля Леватова спрашивает платное бесплатное Оль мы только что ответили обучение бесплатно и свидетельство о курсах повышение об окончании курсов повышение квалификации выдаются как точно называется курс я прошу прощения я должна убегать на экзамен мне прямо сейчас пересдать я Анику попрошу вбить название вот ссылку прямую Аника только слэш мук слэш да 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 хорошо и курсом называется так для поиска самое простое МООК в образовании это аббревиатура МООК по-русски только пишется 2О и КАН МООК в образовании да массовый открытый онлайн курс в образовании это полное название соответственно ссылку сейчас Аника даст да да прекрасно мы значит на связи и я надеюсь что мы еще поговорим о том когда вы начнете может быть преподаватели захотят поделиться опытом которые к вам поступят о том как они учатся и что они придумали какие новые курсы дистанционные спасибо большое за участие спасибо все я оставляю вам Анику она напишет ссылку правильно да с Аникой сейчас мы тогда тоже Аника да мы тогда тоже прощаемся я вас не вижу к сожалению да 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 здесь здесь да спасибо вам за идею спасибо за интересного интересного собеседника вам спасибо большое за интерес я желаю вам удачи в продвижении ваших курсов мы в коммуникативном клубе чем можем поможем поэтому по мере спасибо просто обращайтесь всего хорошего всего хорошего всего хорошего всего хорошего до свидания пока до свидания да